Всех приветствую! Решил записать короткое видео, где я поделюсь ближайшими планами и расскажу вообще, что происходит в моей творческой жизни. С чего хочу начать? Хочу начать с того, что в начале июня, точнее где-то вот ближе к середине, но в первой половине, мы с Андреем поехали на студию, мы там записали песню. Мы сильны, это песня в поддержку России, она уже более оптимистичная и позитивная, хотя Горящие Глаза считаю тоже очень удачной работой. И кстати, большое спасибо за ваши отзывы, за вашу поддержку, это мотивирует на самом деле и дальше делать песни. Ну и их в любом случае будет еще много, и я опорота как-то сбавлять не собираюсь, ни в коем случае. Вот, песня «Мы сильны», она более мелодичная, она более музыкальная, это не просто рэп, и вам захочется это подпевать. Это песня, которую можно и в машине включить, это песня, которую просто можно включить в наушниках, когда ты идешь на работу, например, и просто поднять себе настроение этим. Потому что она более позитивная, при этом она в некоторых моментах, она острая, в некоторых моментах она высмеивающая определенные явления, определенных персонажей, скажем так. Так, вот, вам понравится, в общем, если вам понравилась песня «Горячие глаза», вам понравится песня «Мы сильны». Вот, что я еще могу сказать насчет этой песни? То, что мы не смогли сразу ее отдать на сведение, сделать обложку, какую мы хотели, а мы хотели очень красочную обложку и такую соответствующую песню. Из-за того, что у меня произошел еще один переезд, некоторые перемены в жизни, финансовые трудности, но с большинством своих проблем я уже справился, и поэтому на днях песня будет готова. И над обложкой тоже постараемся, чтобы это все выглядело презентабельно, и чтобы, опять же, когда человек видел обложку, он хотел включить эту песню. Ну, дальше хочу сказать о соцсетях. Я очень рад вашей поддержке в Телеграме, я очень рад, что мне помогают с продвижением в Телеграме, сам изучаю эту тему. У меня уже, наконец-то, появляется в Телеграме аудитория, мои подписчики, рад каждому из вас, рад вашей активности, рад вашим комментариям. И очень рад, что у нас с вами одна позиция по многим вопросам, по происходящему в мире и так далее. То есть, мы с вами находим общий язык, я считаю, что это ценно, это важно. Вот, и особенно учитывая то, что у меня все-таки в музыке открыто высказывается моя позиция по многим вопросам. И Телеграм для меня стал таким вот личным блогом, где я могу высказаться о чем угодно, опять же, без особой необходимости себя как-то фильтровать, цензурировать и так далее. Вот, потому что ВК все равно люди, много букв не очень любят читать, им больше подавай песни, картинки, видео, такой вот контент. Хотя ВК я тоже могу сделать картинку, написать какой-то текст. Но вот Телеграм для меня все равно больше воспринимается как некий личный блог, а ВК это больше что-то такое, именно связанное с развлекательным контентом, наверное. Вот, но буду развивать и ВК, и Телеграм, и Ютуб, так как Ютуб не закрывают. Конечно, жаль, что монетизацию для России отключили, но невелика потеря, потому что цель моей музыки все-таки это самореализация и донесение определенных идей. А не то, чтобы мне там лишние какие-то копейки заплатил Ютуб за то, что мое видео смотрят. Хотя, кстати, очень рад, что уже у аудио «Горящие глаза», то есть там просто все видео, одна картинка и играет песня «Горящие глаза». Уже у этого аудио больше трех тысяч просмотров, поэтому я ни рубля в это не вложил. Просто рад каждому, кто поставил палец вверх, кто подписался на канал, вот, потому что вы и есть моя, по сути, изначальная аудитория в этих соцсетях, что в Телеграме, что на Ютубе, потому что раньше все мои слушатели были, в принципе, только ВК. Вот. Но будем двигаться по всем фронтам. Музыки много, идей много, задумок много. Как смогу поехать на студию, буду записывать и новые песни, разные тематики абсолютно. Но все равно это все будет воинственное, мотивирующее, воодушевляющее, потому что я не пишу грустную музыку, не пишу депрессивную музыку, не пишу какую-то музыку, которая вообще, скажем так, расстраивает или поддерживает какие-то деструктивные, неприятные состояния. Потому что даже когда мне плохо, я слушаю какую-нибудь агрессивную музыку, там, металл какой-нибудь, я всегда за то, что нужно быть в движении и нужно уметь справляться с тем, что на тебя сваливается, скажем так. И я хочу делать такую музыку, которая помогает людям справляться с их определенными трудностями, а когда трудностей нет, то просто заряжает на продуктивность и на такой живой настрой, я бы сказал. Вот. То есть я рад, что есть движение по всем фронтам. В ВК тоже есть определенные соображения, что можно делать, как можно это все двигать. Появятся средства, будем, конечно, и платную рекламу покупать, я думаю, это будет скоро. Но пока, опять же, я всегда исхожу из того, что какие у тебя ресурсы есть, ты должен использовать те ресурсы, которые ты имеешь. Если у тебя хоть что-то есть, то используй это и получай тот результат, который ты можешь получить. Тогда ты честен перед собой, а ты все равно продвигаешься, хоть даже небольшими шагами, но ты все равно всегда идешь вперед. Пока какие-нибудь, опять же, конкуренты условные, они начали, бросили, начали, бросили. Многие музыканты, кстати, так и двигаются. Нужно, самое главное, не останавливаться, не отступать. Опять же, это я говорю для многих других музыкантов, которые постоянно, ну, это для творческих людей свойственно. То есть, вот, сделал два шага, остановился, сделал шаг назад, потом опять чуть-чуть шагов вперед, назад. И вот, поэтому люди годами не могут как-то выбраться из безызвестности и прийти к своим каким-то целям, скажем так. Но я настроен серьезно на самом деле. Вот, поэтому все получится. И, опять же, рад вашей поддержке. Что хочу сказать? Хотим и клипы снимать, и на реп-точке живые выступления заснять, и о концертах думаем. Но всему свое время просто, опять же, все сразу ты не можешь продумать, решить, договориться и так далее. Но по очереди, постепенно, все эти чекпоинты, скажем так, они будут достигнуты. В этом я вообще не сомневаюсь на самом деле. Вот, на ютубе будет куда больше видео, будут влоги, будут интересные рубрики, форматы. Это пока раскрывать особо не буду. Просто в голове уже, знаете, что есть много всего. Просто нужно время и ресурсы для реализации находить. И все будет так, как оно у меня задумано в голове. Вот, такие дела. Это, в принципе, основное, чем я хотел поделиться. Буду дальше продолжать такой разговорный формат, я думаю. Вот, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, это меня очень мотивирует. Подписывайтесь на телеграм-канал. Всем удачи и всем хорошего дня.